Трехсторонняя встреча глав Азербайджана, России и Армении в Москве запланирована на 11 января. Впервые после перехода Нагорно-Карабахского конфликта в острую фазу 44-дневной войны и последующего перемирия Никол Пашинян согласился начать диалог с Азербайджаном. Лед несколько тронулся, потому что у Армении нет иного выхода, как находить пути для того, чтобы не было эскалации конфликта внутри самой страны и чтобы эту страну стали воспринимать не как агрессора, а как государство, способное вести диалоги даже после поражения. По словам эксперта, Москва готова предпринять максимум усилий для разрешения разногласий между Азербайджаном и Арменией. Какие именно будут обсуждаться вопросы на встрече, пока неизвестно. Наверняка будут обсуждаться темы логистические, перемещение населения. Обсуждаться будет, конечно же, роль миротворцев, что они могут и что не могут, чтобы это устроило обе стороны. Чтобы не было, опять же, чтобы на миротворцев не вылилась злость, на мой взгляд, прежде всего армянской стороны. Потому что Азербайджан соблюдает свои правила, он все достигнутые договоренности соблюдает. На данном этапе в числе актуальных вопросов возобновление экономических и транспортных проектов между Баку и Ереваном. Как отметил Евгений Михайлов, 11 января может стать новой вехой в достижении устойчивого мира на Южном Кавказе.